Меня зовут Илья, я продукт-менеджер компании Epimatico по вейп-оборудованию, в частности, по бренду Fanvil. И сегодня мы поговорим про одно из основных направлений деятельности компании Fanvil, а именно про решения для безопасности и домофонии. И, конечно же, не обойдем вниманием новинки, но и уже зарекомендовавшие себя модели также не пройдут мимо. Небольшая вступительная часть, пара слов про собственную компанию Fanvil. Это известный китайский производитель терминального оборудования. Уже больше 20 лет существует на рынке и завоевал популярность, пожалуй, по всему миру, в том числе, конечно, и в России. Мы, компания Epimatico, являемся эксклюзивным дистрибьютором компании Fanvil в России, но не по всем направлениям, а по направлениям домофония, отельные решения и также продукты для мониторинга и оповещения. То есть, по сути, все, что у компании Fanvil, обозначается линейками I, то есть Intercom и H, то есть отель. Соответственно, это IP-домофоны, отельные IP-телефоны, SIP-громкоговорители, IW30, сейчас одна модель, но со взглядом на будущее во множественном числе, конечно, употребляем. И некоторые продукты серии X мы по умолчанию не поставляем, не занимаемся обычными десктопными телефонами серии X, но есть некоторые специализированные продукты, которые прекрасно ложатся в общую концепцию, в том числе и работают вместе, интегрируются проекты домофонии. Например, консоли мониторинга и управления и специализированные телефоны для колл-центров. Про это тоже пару слов, конечно, скажем. Все впереди. Перейдем, собственно, к линейке домофонов, представленные у компании Fanvil как аудио, так и видеодомофоны для различных целей задач, для различных сценарий использования. Но первое, что отмечает сам производитель, мы тоже, что в любом случае, вне зависимости от сценариев использования, вне зависимости от того, какое конкретное оборудование, мы применяем в любом случае оборудование от Fanvil отличается высоким качеством аудио и видео. Ну, видео, соответственно, там, где есть видеокамера, именно в видеодомофонах. То есть это полнодуплексное HD-аудио и HD-видео в большинстве моделей это камера аж целых 2 мегапикселя. Также все устройства в этой линейке являются именно домофонами. Конечно, они могут использоваться как интеркомы, как вызывные панели. Тут различные могут быть понимания, различные термины, которыми эти устройства можно назвать. Но в любом случае все они поддерживают именно контроль доступа. То есть их можно использовать непосредственно как IP-домофон. И, соответственно, обеспечить различные способы доступа в помещение. По паролю. Это, конечно, относится к тем устройствам, у которых есть полноценная клавиатура. По RFID-карте. Понятно, что есть также устройства, которые оснащены или не оснащены, считывая ли RFID-карт. Ну и, естественно, дистанционный доступ по нажатию на кнопку вызова. Ну, понятное дело, что как минимум одна кнопка вызова есть в каждой модели. А дальше уже заказчик может выбрать именно то, что ему нужно. И то, что он будет применять. Сферы применения, опять же, самые разные. Я уже упомянул, что могут использоваться эти домофоны именно как вызовные панели, как просто IP-интеркомы. Здесь, соответственно, всевозможные общественные пространства, улицы, жилые зоны, парковки. Все, где может понадобиться вызов, экстренный вызов, просить какой-то помощи, ну или просто получить справку. То есть все эти всевозможные колонны инфо, СОС и так далее в общественных пространствах. Другие очевидные сферы применения – это самые разные помещения, торговые центры, офисы, отели. Здесь уже, конечно, также важен и функционал именно контроля доступа и контроля открытием-закрытием дверей. Ну и, наверное, один из самых важных, ну и в том числе вообще по количеству устанавливаемых подобных устройств в мире и в России, это тюрьмы и другие места заключения, где нужны подобные качественные устройства, защищенные, прекрасно работающие, обеспечивающие доступ в те или иные помещения. Вот небольшое лирическое отступление, пока отвлекусь. В чате написали люди из Алматы, из Москвы, конкретно из города Троицк. Приятно всех вас видеть. Если у вас будут какие-то вопросы, замечания, дополнения, пожалуйста, пишите, конечно, в чате в режиме прямого эфира. Будем ваши вопросы отслеживать. А если вы смотрите меня на Ютубе, то вот там снизу тоже можете написать комментарий. О, есть также наш партнер из города Тамбов. Тоже хороший город, бывал рад, что вы пришли. Еще один сценарий применения. Здесь уже конкретно есть фотографии конкретной инсталляции в Краснодарском крае, в России использование простых домофонов АИ-12 с одной кнопкой вызова именно в качестве кнопки экстренного вызова для получения связи с оператором в случае возникновения каких-то проблем на заправке. Понятно, устройство простое, компактное, защищенное, так что удобно и бюджетно использовать его в таких решениях. Ну, кстати, в другом проекте на заправочных станциях там нужно было две кнопки. Ну, вот, собственно, есть модификация с двумя кнопками. Это все в зависимости от требований заказчика легко делается. И вот плавно перешли, как раз я сказал про то, что устройство защищенное. Действительно, есть в линейке Fanville различные устройства с мультизащитой. То есть мы здесь говорим о пыле-влагозащищенности. Это степень IP65, то есть это максимальная степень шестерка по пылезащите. И следующая цифра пятерка – это степень влагозащиты, соответствующая осадкам, прямому дождю. Ну, то есть, конечно, в бассейн его опустить нельзя, но в условиях России любые осадки проблемы не будут. Ну, немножко забегая вперед, вот, кстати, есть дополнительный защитный козырек домофонов. Так что вот такой дополнительный плюс защиты от наледи от твердых осадков. Антивандальность по уровню ИК-10, ну, то есть максимальная. И подтвержденная работа в экстремальных температурах от минус 40 градусов. Но на самом деле есть инсталляции, есть варианты, где домофоны работают еще при более низких температурах. Просто это не подтверждено какими-то официальными сертификатами от вендора. Ну, потому что, понятно, наверное, производитель с юга Китая, где практически тропики, ну, трудно представить, что бывают какие-то места, где температура может быть аж меньше, чем минус 40. Но в реальной работе в условиях России, Сибири, Крайнего Севера были инсталляции, где температура была ниже, конечно, и все также отрабатывало. Ну, вот та информация, может быть, к сведению, думаю, кому-то из вас может быть интересно, опять же, про защиту. То есть, как я уже сказал, про пыль непроницаемость – это максимальная степень. Пятерка по влагозащите. И вот эта десятка по защите ИК соответствует падению груза весом 5 килограмм с высоты 40 сантиметров, то есть 20 джоулей. Ну, соответственно, просто так, даже там условно-бейсбольной битой или молотком очень-очень непросто будет уличный дымофон от фанвилл как-то разрушить и вывести из строя в случае какого-то нападения или вандализма. И вот мы переходим постепенно, собственно, к модельному ряду. И как раз вот эта модель АИ-12, о которой я упоминал в кейсе про заправки буквально пару минут назад, представлена на картинках. Ну, и вот, собственно, два варианта. По цене они различаются совсем немного. На всех слайдах будут приведены рекомендованные розничные цены в долларах. Они тут округлены на самом деле. Если вы запросите наши официальные прайсы или посмотрите, например, у нас на сайте цены, конечно, там можно заметить, что цены могут быть с центами. Ну, при переводе в рубль тоже есть нюансы. Не воспринимайте, пожалуйста, это как какую-то строгую оферту, то, что на слайдах. Это ориентировочные розничные цены, ну, чтобы вы понимали масштаб и порядок цен. Если там, условно говоря, на пару долларов в итоге они будут отличаться, ну, это уж надо смотреть в официальных прайсах, которые мы, конечно, в любой момент можем выслать. Это не проблема. Еще что-то большее про эту модель сказать трудно, но остановлюсь на паре еще деталей, кроме того, что приняло на слайде. Ну, во-первых, это наличие двух реле, то есть можно управлять двумя дверьми и двух сеплиний, есть кейсы, где это может быть важно. Конечно, не такой частый случай, но на всякий случай это есть, почему бы и нет. И, кстати говоря, кнопки при желании в проекты можно кастомизировать. Ну, то есть, например, вместо английской надписи call, к примеру, написать вызов по-русски или поменять цвет, например, если кого-то не устраивает красно-синее сочетание на модели двумя кнопками, сделать какие-то другие, это все в теории реально, ну, и под проекты даже без увеличения стоимости. Небольшое лирическое отступление, сразу оговорюсь, может быть, кто-то из вас знает, что в линейке продуктов от компании Epimatico есть бренд Jandar, у которого тоже есть вызывные панели защищенные, и в том числе весьма похожие модели, ну, например, вот такая Jandar 301, тоже с одной кнопкой вызова, тоже накладная вызывная панель. Ну, Jandar – это бренд, специализирующаяся на промышленных решениях, и они стараются сделать еще более защищенные, еще более устойчивые к различным средам устройствам. То есть, это стальной корпус из специальных сплавов, ну, и другие, так скажем, плюшки для применения в промышленных условиях. Например, очень громкая трель при входящем звонке, на который нужно ответить, чтобы, условно, в каком-то обрабатывающем цеху рабочий мог услышать, что там кто-то вызывает до 80 дБ на расстоянии метра. Ну, и цена у Jandar также намного выше, как видите на экране, ну, практически в три раза больше. С другой стороны, гарантия больше официальная. Так что для таких более специфических инсталляций, где требуется и подразумевается прям какое-то жесткое отношение к устройствам, мы, соответственно, рекомендуем использовать Jandar. Но в целом, и те, и другие устройства качественные, в общем, по функционалу, может быть, фанвилу, ну, как вы видите на слайдах, превосходит Jandar. Тут надо смотреть конкретные случаи, что кому в какой инсталляции нужно. Но понятно, что в большинстве инсталляций тех возможностей, тех функций, того качества, которые предоставляет фанвил, за глаза хватает, и при этом решение достаточно бюджетное, как вы видите, так что большинству заказчиков подойдет. Ушли немножко от этих сравнений, и возвращаемся к модельному ряду. Дальше идет, так скажем, по иерархии снизу вверху от фанвил модель i18s. Это, по сути, аналог i12, но с видеокамерой. И, соответственно, за счет этого появляется необходимость добавить как раз вот козырек, аналогичный тому, в руках, для защиты видеокамеры от осадков, от появления, может быть, какой-то наледи. Ну, собственно, тут без козыряка не обойтись. За счет того, что это видеодомофон, здесь уже цена, рекомендованная розничная, больше 500 долларов. Ну, конечно, это HD-камера с широким углом обзора, и с прекрасным качеством, и, конечно, режимом ночной съемки. Но еще про это чуть позже скажу. Идем дальше. Модель i20s – это модель для внутреннего использования, не в защищенном корпусе, но уже с полноценной кавиатурой. Ну, то есть, как вы видите, 12 кнопок, 10 цифр, звездочка и решетка, да и дополнительная кнопка вызова, чтобы связаться с консьержем, оператором, кто-то, кто сидит с обратной стороны, и также считыватель RFID-карты. Такой полнофункциональный, достаточно простой, понятный, ничего лишнего, дымофон именно для внутреннего использования. Но поскольку нет защищенного корпуса, розничная цена всего 250 долларов вполне себе подходит для использования в офисах. Но это, на самом деле, один из лидеров наших продаж. Уже больше двух лет пользуется популярностью, и его устанавливают самые различные офисы на вход в различных компаниях. Аналог i20, но, опять же, уже с видеокамерой, за счет этого дороже, как вы видите, 350 долларов, i30 модель. Все то же самое, но с HD-видеокамерой. Ну, я думаю, подробно останавливаться не будем, потому что в остальном функционал схожий. Те же самые кнопки. Тот же самый громкий динамик. Захват голоса мы, кстати, тестировали с нескольких метров. Тоже прекрасно происходит цветовая индикация. То есть все, что нужно современному домофону. i23s. Это, по сути, аналог i20, но в защищенном корпусе. И за счет этого у него уже цена больше 400 долларов. По функционалу все плюс-минус то же самое. Тоже считывается RFID-карт, те же 12 клавиш, но защищен от осадков. От низких температур и от какого-то, так скажем, воздействия вандалов и злоумышленников. И 31-й. Вообще, хендлайнеры этой линейки. Самая популярная модель. Уже с камеры ночного видения, с широким углом обзора, да, 120 градусов. Полный функционал, то есть и клавиатура, и кнопка вызова, считывается RFID-карта, индикация. Защищенная, опять же, с козырьком. Ну, вот, собственно, тот, который я уже несколько раз показывал. Вот это он у меня в руке. Очень удобно. Нажимаются клавиши. Даже, допустим, в перчатках. Даже если какое-то производство в больших варежках. Не промокнуйтесь ни клавиатуры. Вот, собственно, еще одна кнопка. Ну, и цена, на самом деле, у него достаточно приятная. Ну, то есть, может показаться, что почти 600 долларов в рознице это много. Но сравнительно с многими другими устройствами, с похожим функционалом, поверьте, это достаточно бюджетное решение для заказчиков. Идем дальше. Модели, которые появились относительно недавно, в этом году. i16, i32V. Небольшая ремарка. Во многих каталогах есть модель i16V от Fanville. Хочу сказать, что просто i16, а i16V – это одно и то же. Почему-то именно с этой моделью иногда возникает непонимание, куда делась буква V. Никуда не делась. Это оба и те, и другие – это именно видеодомофоны для уличного использования в защищенном корпусе, но еще в таком вот современном стиле дизайне, как вы можете видеть на картинках. Действительно классно выглядят. Различаются они между собой. Только наличием или, соответственно, отсутствием считывателя RFID. Ну и за счет этого немножко дизайн поменялся. Можете заметить, что вот, например, в 32-м из-за считывателя вот кнопка вызова немножко вниз переместилась, стала квадратной, ну и, соответственно, надпись «call» пропала. Ну и это такие совсем небольшие изменения. В остальном они одинаковые, прекрасно подходят для использования и днем, и ночью на улице, контроля доступа и вообще обеспечения безопасности и контроля за какой-то внешней территорией. Вот как раз кейс, который можно использовать с помощью этих домофонов, кейс круглосуточного видеонаблюдения. То есть кроме отрабатывания функционала видеодомофона, он может работать просто как дополнительная точка видеофиксации видеокамеры с потоковым постоянным транслированием видеоизображения на монитор в службе безопасности или у консьержа, в том числе с видеорегистрацией. А как бы лишняя видеокамера никогда не лишняя. И я это уже упоминал, но вот более наглядно на картинке, не только в 32-м, 16-м, но и во всех предыдущих моделях есть два реле. Например, для управления двумя магнитными замками могут быть такие случаи, когда, скажем, на одном этаже два офиса, можно использовать один домофон, скажем, с двумя кнопками, с двумя сип-линиями, войдите в одну компанию или в другую, удобно, не занимает лишнего места, даже какая-то экономика бюджетом, почему бы и нет. Да, комментарий от Григория. Можно снимать два RTCP потока с высоким и низким разрешением. Правда, и это, на самом деле, круто. Немножко потом еще про визиопотоки я тоже скажу, чуть позже будет отдельная ремарка. Но, действительно, в этом плане у фанвилов все клево и все продумано. Питание у всех домофонов покое. Блоков питания, каких-то специальных комплектов нет. Тоже вопросы сейчас, я немножко отвлекся. Да, пишите вопросы, спасибо вам за них. Я пока параллельно буду заканчивать с линейкой домофонов. И вот самый топовый, ну, в том числе, самый, так скажем, дорогой в линейке IP-домофонов от фанвил, домофон i33V. Он, действительно, такой большой, прям солидный, производящий впечатление. Здесь уже не 12, а 15 клавиш. Ну, то есть добавлены вот эти клавиши CK и BIF эмоциональные. Ну, или SKV, тут кому как нравится. В случае каких-то проектов их можно поменять на какие-то другие буквы, обозначения, если это будет принципиально. А также в нем есть уже экран, на который можно вывести некое сообщение, например, добро пожаловать, или нажмите 101 для связи с охранником, в том числе на русском языке. Это все можно. 128 на 48 точек. Специально на слайде привел его вес и размер, чтобы еще раз подчеркнуть, что действительно это такое очень солидное устройство. Больше по размерам, чем все предыдущие, о которых мы говорили. Как и другие модели, о которых мы говорили раньше, ну, на самом деле, в последних прошивках уже все модели от Fungles с отчитывателем RFID поддерживают большое количество карточек, ну, вот до 2000, ну, по сути, действительно, это практически любую организацию, завод, подъезд жилого дома прекрасно можно всем жильцам, жильцам, гостям, сотрудникам раздать карточки, никаких проблем не будет. Ну, и, конечно, режим ночного видения. Здесь еще небольшая оговорка. Есть модификация врезная. i33VF, ну, то есть флаж, это немножко другой корпус с дополнительной стальной накладкой для того, чтобы утопить дымофон в стену и, соответственно, экономить место, сделать более компактным, но вообще смотреть по инсталляциям действительно часто такое может быть нужно. Предыдущие дымофоны, о которых я говорил, ну, например, тот же 31-й, их тоже можно использовать как врезные, но для этого требуется докупить за небольшую цену специальный набор аксессуаров для того, чтобы также его утопить, ну, и, соответственно, дополнительная панелька все это красиво и защищенно сделать. Ну, вот конкретно в этом случае здесь работает не совсем так. Здесь просто заранее нужно заказать именно врезную модель, но есть плюс, не нужно ничего докупать, то есть там еще небольшая экономия получается, что тоже всегда приятно. Идем дальше. Линейка мини-айпидомофонов, i10, в которой на данный момент есть три устройства. Это домофоны для использования в помещении, ну, то есть у них нет степеней защиты, они маленькие, компактные, но прекрасно отрабатывают свой функционал в офисах, в домах, при этом стоят совсем небольших, так скажем, денег. i10 без дополнительных букв, это аудиодомофон с одной кнопкой вызова, в розницу всего 80 долларов. Согласитесь, очень приятно. Вторая модификация, это i10V, уже с видеокамерой 1 мегапиксель. Это, пожалуй, единственный домофон, в котором камера не 2 мегапикселя, а всего один, но на то у этой серии мини, компактная, ну, достаточно простая, но, в принципе, этого достаточно. В рознице уже 120 долларов, но с видео. Вот один из сценариев применения, например, контроля доступа в офис. Стоит i10V снаружи, за дверьми, подошедший гость, ну, собственно, у него выбора нет, он видит только одну кнопку, он на нее нажимает, изображение и входящий видео вызов идет, ну, например, как приведено на картинке, на консоль экстренного вызова X210i. На консоль мониторинга X210i. Или на любой другой видеотелефон, к примеру. Ну, и человек на том конце уже определяет, открыть дверь или не открыть, нажатием кнопки на своем телефоне. Третья модель в линейке мини-домофонов i10, i10D. Ну, D от слова double или duo, потому что здесь две кнопки. Ну, и, соответственно, в рознице он стоит около 100 долларов. Он не видео, это аудио, и скорее, на самом деле, как по сценарию применения, его проще применять и лучше, как именно ответное устройство. То есть снаружи, например, снаружи гостиничного номера, или апартаментов, или квартиры, или даже офиса, стоит i10, аудиотомофон с одной кнопкой. Пришедший гость нажимает на кнопку, тот, кто внутри, соответственно, нажатием одной кнопки отвечает, разговаривает, понимает, кто к нему пришел, принимает решение, и, если нужно, нажатием на вторую кнопку с ключиком, соответственно, открывает дверь. То есть работает как-то так. По сути, если взять вот это устройство примерно за 100 долларов розницу, сейчас я отмокаю чуть-чуть назад, а вызывную часть за 80, за 180 долларов вы получаете систему контроля доступа с возможностью открытия дверей. На этом моменте немножко отвлекусь опять на чат. Вопросы, которые приходят в прямом эфире. Да, Григорий еще раз повторил. Спасибо вам за ответ в чате про питание попоя для всех домофонов. Это так. Ну и, соответственно, замки также питаются попоя. Либо подключение внешнего адаптера. Ну, собственно, да. Здесь больших секретов нет. Кроме карточек, будут ли работать с такими обычными домофонами брелки-ключи? Ну, тут вопрос, что подразумевается под обычными. Как сказать, далеко не все ключи-брелки здесь будут работать, но можно тот же самый RFID-ключ зашить не в формат пластиковые карточки, а, например, формат брелка. Вот у меня, к сожалению, с собой нет, но я пользуюсь именно таким брелком, может быть, более привычным, такого ключевого типа. Также прикладываю у нас в офисе. Так что, ну, в теории можно, да. Будет ли работать пара домофон-консоль без IP-PPX? Да, можно настроить, соответственно, чтобы они звонили друг другу напрямую. То есть, в таких инсталляциях даже АТС и не нужна, получается. Действительно, такое простое бюджетное решение. Фух! Закончили с модельной линейкой. Ну, вот на этом слайде приведены далеко не все, но большинство моделей от Funvel. Немножко хочу повторить, объяснить, почему моделей так много. Потому что задачи бывают разные. То есть, по сути, все домофоны похожи, основной функционал одинаковые. Но, соответственно, они все могут быть либо с видео, либо без видео, либо с одной кнопкой, либо с полноценной клавиатурой, а еще могут быть уличные и для работы внутри помещений. То есть, соответственно, на пересечении этих трех условий у нас получается очень много комбинаций. За счет этого много домофонов в линейке. Каждый заказчик может выбрать тот, который лучше подойдет в каждом конкретном случае. С одной стороны, не переплачивать и получить все, что нужно. Ну, и даже в какой-то степени, может быть, не смущать гостей. То есть, если подходит какой-то посетитель в офис, а там целая клавиатура, 15 кнопок, можно понять, что нажимать, что делать. А если одна кнопка, ну, понятно, выбора нет. Нажать, дождаться ответа, и там уже впустят в офис. К примеру. Но это еще не все. Есть также шлюз-контроллер от Fanville PA2, который позволяет объединять в себе различные IP и аналоговые устройства и коммутировать их. Даже вот видите вы на картинке различные, соответственно, входы, интерфейсы от него. Здесь я подробно останавливаться надолго не буду. Сразу, наверное, перейдем на возможную схему использования того, как PA2 на себе коммутирует различные устройства. И вызывная панель, при том, кстати, аналоговая, то есть можно ее не менять. IP-камера в него же подводится, замок, переключатель открытия двери, и все это, соответственно, коммутируется в единую сеть. Удобно, просто, компактно и позволяет экономить IT-бюджеты заказчиков. Как один из вариантов. но мы также предлагаем наборы PA2 kit. Это динамик, микрофон, кнопка вызова, кстати, можно добавить две кнопки, если это нужно под какие-то проекты, и IP-камера. Есть комплект без IP-камеры в два раза дешевле, в зависимости, опять же, от сценариев использования. Здесь уже с помощью этих устройств можно реализовывать самые разные сценарии. Так называемая философия сделать своими руками, как-то так можно сказать по-русски, в зависимости от того, какие конкретно есть задачи у заказчика, и в какой локации это происходит, можно паркоматы, или, опять же, заправочные установки, или просто колонны экстренного вызова оборудовать комплектом этих устройств. То есть, соответственно, все компактно прячется внутри корпуса, ничего лишнего не торчит, ничего нельзя повредить, сломать. На рунер выводится только необходимый интерфейс, то есть, спикер, камера, кнопка вызова. И, по сути, вы получаете также аналог вызывной панели или СИП-домофона за намного меньшие деньги и без корпуса. То есть, с одной стороны, за корпус платить не нужно, с другой стороны, бывает, что он просто не нужен, потому что нужно, наоборот, как-то все это уместить, скоммутировать так, чтобы все работало. Ну, как в презентациях от производителя, это называется Do It Yourself, на зеленой стрелочке видите букву DIY. Я сейчас, наверное, перелесну немножко вперед, чтобы закончить эту мысль про решаемые задачи. Раз уж мы просто заговорили про ПА-2, вот еще один сценарий использования, у нас, кстати, была такая инсталляция в поездах метро в одном из городов Большего Советского Союза, но, к сожалению, нам не разрешили про этот кейс рассказывать, потому что он пока только тестируется, но, действительно, с помощью шлюзов ПА-2 и кнопки камеры и динамика с микрофоном делали кнопки связи с машинистами в поездах. То есть, все пряталось компактно в корпус, выводились нужные интерфейсы, ну и, соответственно, можно также нажать на кнопку и связаться с машинистом. Как это выглядит, как это работает, наверное, если вы ездите в метро в самых разных городах, вы представляете, но вот с помощью нашего оборудования тоже это можно сделать. И чтобы закончить мысль, сразу тоже немножко перебегу вперед. Также в лифтах это удобно и прекрасно используется, можно похвастаться. Опять же, нам пока не дали официального разрешения объявлять во все услышание, но в самом высоком комплексе небоскребов в России используется такое решение в лифтах. То есть, шлюз Fungle ПА-2 с динамиком, камерой, микрофоном и кнопкой вызова. Все это компактно прячется, ничего не торчит, места в лифтах и так немного. И получается бюджетное, но качественно работающее решение. Я извиняюсь, с одной стороны, что немножко так поскакал по презентации, но хотелось продолжить мысль, поэтому давайте я сейчас быстро вернусь назад к тому моменту, где мы остановились. Вот, собственно, здесь я закончил с обзором линейки всех продуктов серии I от Fungle. Их достаточно много, но, конечно, сейчас мы не будем на слайде вдаваться в подробности, каждую строчку в таблице сравнения измечать. Я хочу сказать, что вы можете запросить ее в электронном виде, такую табличку, если нам пригодится, да и вообще любые другие материалы, или в печатном. Вот, например, у нас есть такая брошюра замечательная, сценария применения устройств от Fungle. Мы ее профессионально перевели на русский язык, долго с ней работали, так что может быть интересно почитать и просто, ну, как справочный материал и применять в конкретных проектах и также давать заказчикам. Если хотите какие-то материалы, в том числе вот эту вот толстенькую качественную брошюрку, пишите нам, пишите в наш отдел маркетинга, мы вам все вышли, мы это вообще не проблема, можете в комментариях писать или обратиться, ну, например, к нашему ревент-менеджеру Энрике, никаких проблем не будет. Вот здесь вот, собственно, та же самая таблица сравнения в таком вот большом крупном формате, может быть, даже для использования как настольное пособие для менеджеров, которые занимаются таким оборудованием, представлено. Говоря про кейсы, мы у себя на сайте epimatic.ru периодически публикуем новости, рассказы, кейсы, которые партнеры и заказчики нам разрешают публиковать, но хочу отметить именно производителя FunVille на сайте funville.com очень удобно, ну, правда, удобно, приведены примеры различных инсталляций разных продуктов в самых разных странах и городах, в том числе можно достаточно легко настроить фильтр и получить примеры использования в СНГ, ну, и посмотреть, кто, где, как действительно использует оборудование от FunVille, так что это клево, всегда можно ссылаться на какие-то референсы. Вот переходим, собственно говоря, к более концептуальным вопросам непосредственно оборудования железа к решаемым задачам. Ну, так или иначе, мы, по большому счету, уже проговорили на разных примерах, какие задачи может решать оборудование от FunVille, ну, давайте резюмируем, контроль доступа в помещение, ну, домофоны, собственно, для этого в первую очередь и созданы, разграничение доступа день-ночь, реальный сценарий, ну, не обязательно именно день и ночь, а какое-то расписание, ну, например, офис работает до 7, до 8, до 6 часов. Единая приемная на несколько компаний. Да, конкретные примеры тоже проговорили. Удаленное управление. Действительно, почему бы и нет, вне зависимости от того, где находится консерв, что ли охранник замками нужно управлять. Автоматический вызов по срабатыванию датчика. Действительно, если срабатывает датчик, например, задымление или движение, можно также послать исходящий вызов, что что-то произошло. Просто аудио-видеосвязь, ну, по сути, как еще одно терминальное устройство, ну, как телефон, если так совсем упрощенно сказать, домофон может работать. Действительно, ситуации будут всякие, лишняя точка связи, ну, не лишняя. И кейс именно видеонаблюдения, как дополнительная возможность, про это тоже уже говорили, это тоже важно. Ну, вот, домофон от Fandel, по сути, реализует в себе концепцию все в одном. То есть, это и безопасность, и телефония, и видеонаблюдение. Такое вот многофункциональное, многозадачное устройство, три в одном за свои деньги. Ну, и вот, обещал еще добавить ремарку, ранее по тексту, действительно, независимые видеопотоки можно посылать на несколько устройств, до четырех устройств, в этом случае, и пятый видеопоток будет всегда зарезервирован на звонок. Очень удобно для служб безопасности, охраны, консьержей, ну, просто на ресепшн. Сценарии применения разберем на схемах. Самый, наверное, частый, понятный, это бизнес-центр, где у нас есть в основе коммуникационная платформа, 3CX на этом примере, и, соответственно, сим-домофон от Fandel, это как одно из терминальных устройств во всей, во всей, во всей сети, где есть эти телефоны, конечно же, и так далее, и так далее. С одной стороны, видеопоток идет на регистратор, например, от MailSite, который мы тоже представляем, и записывает видеоизображение. С другой стороны, по СИПу уходит вызов через АТС, ну, например, на ту же самую консоль управления X210i, вот Fandel, в случае, пришел какой-то гость. А в ответ можно послать команду на открытие замка. Кейс про поезда. Ну, разобрали, давайте повторяться не буду. Кейс с многоквартирным домом. Ну, вот здесь, да, также еще одну ремарку добавлю, что в последней версии по АТС действительно до 5000 кодов доступа можно занести, запрограммировать домофон фанвил, но действительно потребности, по сути, любого подъезда, любого квартирного дома закрываются с помощью этого оборудования. Ну, вот эту схему, я думаю, за те секунды, что прошли, вы могли посмотреть, но я даже, наверное, для большей наглядности сразу перелесну вот на следующую визуализацию, где именно домофоны выделены более крупно, они ставятся в подъезд, ну, понятное дело, могут быть всевозможные инсталляции, где также вызывные панели ставятся в тамбурах или непосредственно перед квартирами, но это некие дополнительные задачи в базе своей, в основе мы ставим домофон, конечно, в подъезде, чтобы никто не мог в подъезд зайти, и здесь интересно, что задачи у жильцов бывают разные, как мы смотрим по запросам, в таком жилье среднего класса чаще просят модель Ай-31С, простая, недорогая, защищенная, можно ставить как снаружи, то есть, опять же, козырек для защиты, высокая степень защиты от осадков, и разные возможности зайти, то есть, соответственно, жильцы могут набрать код и попасть внутрь, могут набрать номер квартиры, там 123-я, и, соответственно, позвонить им, откроют, могут просто нажать на кнопку, и им ответят консьерж или охранник, ну, в зависимости, кто есть в конкретном жилом комплексе, жильцы могут приложить карточку, но, опять же, емкости на всех хватит, об этом, про это я уже говорил, ну, и это видеодомофон, во-первых, это удобный класс для охраны, есть дополнительная точка видеонаблюдения, во-вторых, даже если всего 10-20% жильцов в доме будут пользоваться функционалом именно видеодомофона, если посчитать разницу аудио-видеодомофона и разделить ее на всех жильцов, ну, это получается действительно копейки, так что нет смысла экономить и ставить аудио-домофон, даже если совсем небольшому количеству жильцов нужен именно видеофункционал, и они готовы у себя в квартире поставить видеоответное устройство, что уже как раз дороже, то есть разницу в цене нужно считать именно с обратной стороны, но все равно в подъезде мы рекомендуем ставить именно 31-ю модель с видео, потому что это не лишнее, а каких-то дополнительных расходов в себе не несет. но как мы видели по запросам в элитном жилье и вообще в жилье высокого класса чаще рассматривают домофоны без полноценной клавиатуры, вот, то есть, например, вот эта модель i32V в новом современном дизайне, то есть никто, пришедший с улицы, не может побеспокоить жильцов напрямую, не может набрать номер квартиры и пристать к тому, кто там живет, но жильцы могут зайти по карточке или, соответственно, жильцы и гости как раз могут нажать только одну кнопку, связаться с консьержем, и тот уже посмотрит, увидит, есть ли гости в списке или доставка пришла, и, соответственно, принять решение открыть дверь или не открыть. Ну и да, то, что мы видим в правой части слайда, конечно, нужно построить сеть, за счет которой все будет коммутироваться. В этом плане, кстати говоря, в современном жилье, в новых домах использование именно IP-домофонов становится еще более оправданным, потому что IP-сеть по дому, ну и вообще сеть строят как бы обычно сразу, она уже есть, ну а ставить аналоговые домофоны и тянуть какую-то там медную сетку получается невыгодно, да иногда даже просто невозможно. Так что все больше и больше рынок действительно развивается, чем больше строится современного жилья, тем больше интересных проектов у вас, как у наших партнеров будет появляться. Интеграция с видеонаблюдением, конечно, про это, по сути, можно сказали, и, как я сказал, в качестве ответных частей могут использоваться разные как аудио, так и видео ответные устройства. Притом ответные части могут быть также и планшетного типа, ставятся при входе. Ну, мы, наверное, в обыденной жизни привыкли, что у нас есть некая трубка, которая висит около входа, ну и, соответственно, приходит, конечно, звонок, мы открываем, нажимаем на кнопку. Этой трубкой может быть фанвил аж двою, трубка, белого или черного цвета. Она может работать так же, как просто IP-телефон, то есть ничто не мешает по ней еще и позвонить, дополнительный функционал, удобно. Ее не обязательно вешать именно у входа, а можно поставить положитель или повесить там, где удобно жильцам. Но это могут быть и видеотелефоны, также, как сказал, от фанвил, или, например, от e-link. Это могут быть и ответные части планшетного типа. Небольшой спойлер, у фанвил подобные устройства должны появиться в этом году или, может быть, в начале следующего. Ждите новостей, анонсов. Но есть другие производители, ну, например, такой бренд, как Юбик. Если что, обращайтесь. Ну, это тема вообще для отдельного разговора, но если что, расскажем, у нас тоже будут семинары и материалы на эту тему. В частном секторе, в каких-то таунхаусах также устройства могут использоваться. Ну, про многоквартирные дома я достаточно подробно поговорил. Здесь, наверное, останавливаться на каждом элементе схемы не будем. Я думаю, что плюс-минус и так все понятно. Ну, тот же самый домофон E32V в этом конкретном кейсе применен. Ну, конечно, ничто не мешает выбрать и другой эпидомофон от фанвил для загородного жилья. И другая визуализация решений для частного сектора. Ну, как сказал, что ничто не мешает выбрать другой домофон. Ну, вот кейс, в который мы вставили как раз I31S, чтобы, опять же, ну, например, по ходу можно было войти, почему нет. Или, если это общая территория, на которой несколько домов, ну, также можно позвонить, например, в дом 31, 33, 35 и так далее, если это какая-то общая территория с несколькими таунхаусами. Кейс, пролив, разобрали. Пойдем дальше. Здесь устройство, которое я уже упоминал, оно напрямую, конечно, не относится к серии домофонов. Это не домофон, это SIP-телефон. И, в первую очередь, он относится к серии X от Funvel, к десктопным телефонам. Но вот это буква I в конце не просто так стоит, действительно, потому что он как бы работает с интеркомами. Вот. Сейчас давайте даже покажу. Ну, у меня в несобранном виде, без поставки, без трубки, но вот так вот он выглядит, достаточно интересно. Такое солидное большое устройство. Характеристики на экране проведены, вы можете их изучить, а я пока немножко покажу, как он выглядит в разных ракурсах, но также удобные, приятные клавиши, на которые приятно нажимать. рельефы на корпусе, для того, чтобы удобно было им пользоваться. Ну, конечно, первое, что здесь заметно, уже перелесну на следующий слайд, надеюсь, что вы успели пробежаться по характеристикам, я, конечно, их не буду услугу засчитывать, это вот дополнительные дисплеи, то есть вместо основного дисплея для вывода информации есть также, ну, по сути, это встроенные модули расширения, которые позволяют вводить до 106 программ, запрограммированных значений на экран. То есть не нужно докупать экстеншн, модули расширения, они, ну, по сути, уже вставлены с таким стильным, классным, цветным LCD-дисплеем в количестве двух штук. Вот как раз эти две встроенные панели по 3,5 дюйма. И, ну, да, не сказал на предыдущем слайде, раз уж перелесну, ладно, вот, собственно, микрофон гусиная шея, про который говорилось, ну, то есть, соответственно, мы его вставляем, прикручиваем, и у нас получается микрофон, в который можно говорить. Это как раз отличие вот этой модели, вот просто X210 от Funvel, именно вот этот дополнительный микрофон, для того, чтобы в режиме свободных рук можно было по нему общаться. Ну, вот сценарий, ну, наверное, вот в школах, институтах, из каких-то фильмов, сериалов может прийти в голову, как там сидит директор, что-то говорит, там, ученик такой-то, зайдите ко мне в кабинет. Всплывает в голове. Как раз кейс, про который я уже говорил, но немножко с другой стороны на него посмотрим, именно видеонаблюдение может реализовываться с помощью этого устройства. Здесь у нас стоит видеодомофон, например, вот тот же самый 32-й, как на слайде. А картинка с него принимается на экране 210-го телефона. Достаточно большой экран, чтобы все разглядеть, посмотреть, что там происходит. это не видеотелефон в полноценном смысле, то есть у него самого нет видеокамеры, он не отдает видеопоток, но он его принимает. За счет этого такой кейс прекрасно реализуется. Или, например, кейс дистанционного управления шлагбаумом. Как дополнительная возможность, почему бы и нет, также где-то там далеко на территории стоит домофон с помощью телефона из 210 можно нажать на кнопки или на комбинацию какую-то специальную и пропустить приехавший транспорт. Вот про школы я говорил, но такой действительно пример, как это может быть реализовано в учебных заведениях. Кроме видеонаблюдения тут добавляется еще и возможность оповещения с помощью сип-спикеров. Вот здесь, если говорить про решение от фанвил, вот такой у нас есть сип-спикер IW-30 относительно компактная колонка небольшого веса, который можно повесить ну или где-то на потолке или где удобно ну и соответственно делать какие-то объявления или запрограммированный какой-то текст выводить или музыкальное оповещение опять же звонки в школах это важно с помощью такого спикера. Ну то есть соответственно в мониторе в главном центре сидит директор или охранник и может вот микрофон гусиной шеи нажатием кнопки что-то сказать все это услышат и объявление будет доставлено для всех ну например учеников сотрудников здесь уже смотря какая организация но соответственно у сотрудника свободные руки может продолжать что-то там печатать какие-то экстерные решения принимать. Вот на картинке та же самая колонка которую сейчас вам вживую показал ну и хочу сделать небольшую ссылку на статью про организацию мультикаст вещания сейчас не совсем тема этого разговора но если интересно как это делать именно в режиме мультикаста здесь даже опять же АТС в основе сети не нужна будет вот переходите ну можете опять же спросить в комментариях я понимаю что нельзя щелкнуть по ссылке с экрана но у нас на сайте это все есть ну и конечно по первому требованию готовы будем поделиться да спасибо за дублирование ссылки в чате обо всем рассказать нельзя да и времени уже много прошло я поделюсь еще несколькими моментами я думаю что если у вас будет желание и настроение приглашаю посмотреть у нас на ютубе еще различные ролики ну вот например есть ролики в которых конкретные кейсы применения непосредственно с демонстрацией делает наш коллега из офиса в Алматы Олег Велимов в том числе и про домофонию управления замками также есть несколько наших последних вебинаров решения для коммерческой недвижимости решения для учебных заведений ну и также у нас на канале на ютубе можете посмотреть например недавно также я рассказывал про новинки от фанвил не только для домофонии но и например для отелей также подробнее про iw30 рассказывал ну то есть приглашаю пожалуйста все в открытом доступе всегда есть можем и презентациями поделиться ну или просто записи есть всегда открытыми ну и также есть короткие ролики демонстрирующие различные функционалы например у нас есть специальный ролик наглядно показывающий разницу режима в день и ночь в домофонах в анвил ну сейчас его показывать не буду если интересно вы можете сделать так же в любой момент и небольшое еще замечание мы запускаем совсем скоро акцию буквально первое объявление вы можете быть первыми кто может прислать такой запрос и воспользоваться на несколько моделей от фанвил мы будем предоставлять до конца года гарантию 24 месяца что тоже дополнительные преимущества ну естественно бесплатно предоставить эту гарантию понятное дело что есть прайсы по которым за деньги на любые устройства можно расширить гарантию на большой срок ну здесь это будет такой дополнительной фишкой дополнительный бонус мои контакты на слайде вот уже в завершении вебинара я хотел сделать небольшое отступление еще одно мы кстати переводим и печатаем профессионально всю полиграфию в том числе все инструкции то что называется Quick Installation Guide гарантийные талоны так что покупая оборудование Fanville от EPMATIC вы можете быть также уверены что у вас будет полная комплектность в плане обеспечения всеми материалами и в том числе инструкциями на русском языке с качественным переводом как уж сказал обо всем не скажешь все не упомянешь я наверное предлагаю на сегодня закончить конечно еще с радостью бы долго что-то рассказывал и рассказывал про оборудование от Fanville думаю все нужно давать дозированно так что предлагаю на сегодня остановиться уверен что это наша не последняя встреча и смотрите другие наши вебинары на YouTube буду рад пишите ваши вопросы комментарии вопросы на YouTube если вы нас смотрите в записи или на Facebook конечно пишите в комментариях мы за всем следим здесь непосредственно в прямом эфире в чате я еще несколько минут конечно буду за ним следить если у вас возникнут какие-то вопросы напишите я конечно еще слежу за тем что здесь происходит а пока всем пока-пока спасибо я с вами прощаюсь субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok